всем привет я бегу на маникюр это мой маникюр он мне очень не нравился но я выдержала почти 30 дней кажется 27 он не дефектировался ни разу поэтому раньше я не смогла пойти да и денег жалко он просто отрос но мне очень не нравился стиль этого маникюра он такой скромный прямо училка училка это не мое делать наконец-то новый у меня дома сегодня вика и тема я на готовил еды они не могут разобраться что кушать короче я не успела объяснить и ушла справятся как вы думаете но как вам теперь я себя чувствую нормальным человеком не очень нормально можно один плечик спрятать вот это мой цвет я бегу на урок сейчас без 10 и 7 тёмин друг забыл у нас кока-колу это антиреклама кока-колы чтобы не дай бог никто из моих детей и не начал пить я ее сейчас просто вынесу из квартиры ну не то нажала 26 нажал еду вниз а нажала 26 поставлю где-нибудь у подъезда кто-нибудь заберет кому очень надо зачем притащили знаю что я против я против кока-колы категорически против чипсов ну чипсы ладно я их просто перепрятываю чтобы дети не ели чтобы тёма поел но это и тёме нельзя это абсолютно вредный продукт здравствуйте дорогие зрители меня зовут анна мне 45 лет и сейчас уже следующий день я провела два дистанционных урока в одиннадцать и двенадцать сегодняшний день ознаменован тем что оба ребенка дома вика продолжает очень сильно сопливить очень сильно кашлять а даню я оставила на всякий случай да и потому что ездить за ним туда-сюда тяжело он просится забрать его пораньше вику надо в это время развлекать поэтому два ребенка дома я провела два урока и вот был уже завтрак чипите сейчас все уже голодные я не готовила я не знала что будут дети у меня двое дома мы с тёмой обычно на перекусах каких-то заглянула в морозилку и оказалось что там особо ничего нет говорю пельмени дети конечно безумно счастливы будут пока они варятся я использую это время и вам советую если нечего у вас мыть и убирать и нельзя отойти от плиты до волосы конечно уберите не так как я можно сделать какую-нибудь гимнастику или вот самомассаж например то что я успела это тоже неплохо это не потерянное время когда стою просто у плиты конечно просто не могу стоять и ничего не делать от того что вика болеет она конечно более капризная чем обычно и и мне пришлось им включить мультики они смотрели два часа мультики очень счастливы включила я им кстати на ютубе заврики называется посмотрите кого интересует обучающие мультфильмы заврики значит тут мне приходят разные мысли в голову я записываю по поводу викиного большого дня рождения я попыталась что-то себе написать в телефончике но мне неудобно туда вот заглядывать например сейчас он у меня занят в качестве камеры для съемок то он занят для мультиков у детей то я смотрю youtube в общем бумажная тетрадь все-таки имеет место а сейчас я делаю тосты с маслом это спасательная такая у меня палочка выручалочка если еды недостаточно или я не уверена что они будут ее есть а сейчас я до сих пор не знаю будут ли они есть пельмени и кто сколько съест я делаю тосты с маслом тосты без масла не едят просто хлеб особо тоже не едят просто даем хлеб потом его убираю а тосты с маслом это хорошая полезная вещь не часто можно вполне я намазала масло побольше чтобы было посытнее одновременно вика мне помогает тут пришла помогать она у нас обычно отвечает за ложки и вилки но сейчас нужно решить кто ест бульончиком кто без у кого какая будет тарелка все это мы с ней обсуждаем и она помогает накрывать на стол уже я ее особо так и не прошу то есть я один раз говорю и она вспоминает что нужно положить на стул вилочки даня к сожалению по мере врасли взросления вики уже меньше помогает раньше он конечно больше помогал на кухне когда был малюсеньким а теперь уже вика получается его вытеснила с кухни но сегодня я ему что-то разрешила даже не помню что и он с большой большой радостью согласился помочь именно готовить вот готовить хотят но пачкать руки не хотят вот такой ситуация в общем выясняется что только я хочу с бульоном больше с бульоном никто не хочет куда не есть тарелка где очень много кетчупа утром он пытался есть мою яичницу с гренками но яйцо он не ест поэтому это были только гренки с кетчупом в общем его тарелка сохранена поскольку если задание не следить он может туда просто пол упаковки кетчупа вылить вот в этот раз получилось очень много в общем три тарелки плоские и одна глубокая тоже заболела от вики я заразилась вика кстати жаловалась позавчера что у нее болят ножки поэтому я предполагаю что все таки это вирус и вчера вечером я почувствовала себя довольно таки плохо сегодня очень свербит горло очень прямо больно больно глотать ну вот такой у нас получится обед на скорую руку а почему а потому что я сейчас уже побегу дальше на урок теперь же мне придется идти ножками да не сделал очки с помощью степлера держись милая боже мой степлер пошел в ход молодец вика принесла мне железного человека и сказала вот нянчись следи за ним я пошла работать она раскрашивает а еще сегодня бегу на урок в соседний дом помимо двух математик онлайн не успела сделать чай опять и у меня опять горячая вода с лимоном чуть-чуть заварки и сахар она очень горячая буду пить я увидела такой способ нарезки арбуза на канале у эгене а вы знали что можно так я честно не знала 45 лет так у нас тут 100 грамм лисичек купились и свежая картошечка сейчас кажется будет ужин а а а и а и 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 успела целую снять в общем верьте мне это милка это восхитительная милка к чаю а так скромненько у нас пьется чай перед сном точнее во сне уже во сне пьется чай очень сильно захотелось кому-то шоколада заказа захотелось прекрасные тучки мои любимые ну что дорогие мои зрители вот такой короткий вложек сегодня для вас а детки у меня улеглись только в 2250 но зато сразу же уснули и всех люблю всех целую заканчиваю монтировать для вас видео не забывайте пожалуйста поставить лайк написать комментарий что вы думаете о таком формате съемки влога немножко готовки ну что до скорых скорых встреч пока пока